В конференции приняли участие 8 человек, 7 из них – нижнекамцы. Это говорит о том, что у нашего молодого поколения большой интерес к экологическим вопросам. Свои доклады читали как ученики средних классов, так и старших, а также студенты колледжа. Члены жюри считают, что такой подход благоприятно сказывается на конкуренции между участниками. У всех детишек есть руководители, которые, в принципе, если что, направят. Но то, что они находятся именно в такой возрастной категории, создает дополнительный стимул к развитию. Темы докладов у участников разнообразны. Например, представлены работы по популяции белок в парке «Семья» по изучению качества стоков ливневой канализации города Нижнекамск. Один из участников затронул довольно актуальную проблему городов – нехватку мусорных контейнеров. Для того, чтобы мусор переработать, его нужно еще и собрать. Поэтому цель моего проекта – это оценка охватами пунктов сбора в торсере жилой зоны города Нижнекамск. В членах жюри присутствовал начальник отдела экологического надзора компании «Нижнекамск-Нефтехим». Елена Галимова задавала будущим экологам уточняющие вопросы. Ее поразили глубинные знания участников. Молодой человек – очень сложная тематика, то есть она всесторонняя. Поэтому, если что, так можно продолжить. Это очень полезная тема. Регина Большакова, студентка колледжа «Нефтехиме и нефтепереработки», готовилась к конференции два месяца и не смогла скрыть волнение. В дальнейшем она планирует работать на Нижнекамск-Нефтехиме и выбрала важную тему для предприятия – качество воды. Эту тему я выбрала, потому что я учусь на лаборант-эколога. В колледжа «Нефтехиме и нефтепереработки» у меня. Эта тема была очень интересна, как вода – это актуально для нас. Мы ее употребляем. В общем, это главный источник нашего богатства, нашей Родины. Научно-исследовательская юношеская конференция имени Молодцова – престижное мероприятие. Преподаватели НХТИ, готовящиеся в стенах будущих экологов, считают, что этот конкурс – хороший шанс для молодых талантов. Конференция развивает в ребятах, будущих студентах, навыки исследовательские, которые развивают, скажем так, интерес к научной деятельности, что, в принципе, очень хорошо поможет им в дальнейшем обучении. Елена Галимова – частый гость на подобных конференциях. Она признается, в участниках она видит будущие кадры для предприятия. Меня очень радует то, что сейчас наши дети, начиная уже со школьной скамьи, интересуются экологией. Вот кадры нефтехима, конечно, я рассматриваю. То есть есть детки, которые могли бы у нас работать в лабораториях, экологами могли бы проработать, я бы несколько человек взяла с собой и вела бы их. В завершении конференции жюри распределили первые три места, а также двух лауреатов. Они признаются, выбрать было трудно. Все участники показали хорошие результаты. За свой труд каждый награжден почетной грамотой. Ксения Баринова, Лисан Саитова, НМедиа.